Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. И пока биток у нас продолжает двигаться наверх, внутри нашего логарифмического канала, я хочу вам показать очень интересное видео от Энтони Помпелиано, также известного как Помп, человека-легенда, инвестора, биткоин-максималиста, который является отрывком интервью каналу CNBC, которое он дал буквально вчера. Написал об этом у себя в Твиттере. Но поскольку это серьезная штука, CNBC, канал, это все-таки не шутки. Я не могу просто так вам его взять и показать. А по закону о добросовестном использовании контента я должен прерываться, как блогер, что-то вам рассказывать, комментировать это. Поэтому вот, собственно, это и делаю. Сразу хочу напомнить вам, если вам нравится криптоконтент, не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, поставить лайк, нажать на колокольчик, на все дела и написать в комментарии, что вы думаете об этом. Ну так, в двух словах, все у нас более чем нормально, я бы сказал. Капитализация рынка уже триллион, 700 миллиардов. Биток и альткоина отскакивают, в общем, все хорошо. Но опять же, не забывайте о том, что могут быть и коррекции на этом пути, никакой рост не бывает безоткатно. Поэтому, что, давайте начнем смотреть это замечательное видео и по ходу пьесы будем разбираться, что же они там говорят. Еще один день, еще один скачок биткоина. Вот график. Сейчас приближается к 50 тысячам. Это большой скачок в этом году. Square также поднялся на 11% сегодня. Криптовалюта сегодня в новостях настолько же из-за своей высокой цены, насколько из-за своих спонсоров с громкими минами, что подводит нас к сегодняшнему расхождению во мнениях. Публичные компании от Tesla до Square увеличили свою вовлеченность, но является ли это правильным использованием корпоративного капитала? Влечет ли это за собой высокие риски для инвесторов? Энтони Помплиано сейчас с нами, инвестор и биткоин-энтузиаст. Я тоже слежу за твиттером. И вы, ребята, ты и Колоканис уже схлестнулись в битве в твиттере, так что я позвал и Колоканиса, и мы разберемся здесь и сейчас. Энтони, я начну с тебя, Помп. Почему твоя компания это делает? Слушайте, биткоин — это сверххищник финансового рынка. Это цифровые, солидные, надежные деньги, которые растут с совокупным среднегодовым доходом в 200%. Если вы управляете казной, у вас наличные на балансе, скажите мне, куда вы можете их вложить? Где вы сможете получить такой уровень роста? 200% среднегодовой темп роста. Больше некуда их вкладывать. Мы печатаем беспрецедентный объем денег. Так что все ищут тихую гавань, и биткоин — это тот сверххищник, который, как очевидно, является выходом. Ну вот, как вы видите, Энтони достаточно уверенно объясняет свою позицию. Давайте теперь послушаем, что ему ответит Джейсон Колоханис, и потом попробуем сделать какие-то свои выводы. Ну а поскольку, как я уже сказал, мне нужно иногда прерываться на добросовестное использование контента и что-то вам рассказывать, я хочу вам напомнить о том, что в описании этого видео есть ссылка на обменник FastChange. Это наш любимый обменник, которым мы пользуемся уже около 6 лет. Это обменник специально для тех, кто находится на территории СНГ. Здесь представлены все русские, украинские банки, платежные системы самые известные, и также куча альткоинов, которые вы можете покупать и выводить. Ссылка на обменник в описании, обязательно зацените его. Этот обменник еще очень крутой тем, что он работает 24 на 7, очень быстро происходят транзакции, всегда хороший курс, и офигительная служба поддержки вот здесь. Если что-то непонятно, вы можете задать им вопрос, и они быстро его разрешат. Давайте продолжим слушать ответ Джейсона. Что ж, звучит прекрасно. Тогда, Калаканец, почему ты сказал в твиттере, «Эй, воображаемые деньги, мужик», когда я сказал, что вы оба будете здесь. Это то, чем является биткоин? Ну, очевидно, это воображаемые деньги. В определенной степени все деньги воображаемые, только у доллара за спиной самая великая армия и экономика. Так что есть некоторые вещи, которые дают небольшое преимущество в плане военного базиса, который мы размещали по всему миру в последние 200 лет, и того факта, что у нас самые великие компании. Я думаю, что это очень реальная технология, которая совмещена с крупной рыночной спекуляцией. И для таких, как Памп, у которого Памп поправь мне, если я не прав, у тебя, кажется, 90% состояния в биткоине. Это религия. И это немного безумно. Для компании иметь какую-то ее часть корпоративной казны в биткоине не безумие. Я бы держал ее в малом количестве. Я бы убедился в том, что мне это не нужно, так что я бы не вложил 100% или 90% как Памп. Но Памп, ты ведь 30-летний парень без детей, так что тебе не нужно, ну, знаешь, беспокоиться об этом. Так что будьте аккуратнее, ребята. Есть высокий шанс, что появится другая технология, которая лучше, чем биткоин. И когда это случится, вы увидите, что так же легко, как люди влили спекулятивные деньги в криптовалюту, в частности, в биткоин, вы увидите, что потоки уходят из него. Так что будьте аккуратны. Это очень реальная технология, которая высоко манипулируема и высоко спекулятивна. Вы не будете человеком, который останется с сумкой. Ну вот, как вы видите, мнения разделились. Напишите обязательно в комментарии, что думаете вы. Является ли биткоин манипулируемым рынком или фондовый рынок является манипулируемым, или они оба? И на чьей вы стороне? На стороне Помпа или Джейсона? Ну а я, пользуясь случаем, еще хочу вам напомнить, что на нашей любимой бирже Femix, где вы можете торговать с нулевыми комиссиями на споте и также фьючерсами на все вот эти монеты. Наконец-то добавили поддержку USDT на троне, USDT TRC20, который славится, как вам известно, наверное, очень низкими комиссиями за перевод. Так что теперь вы можете пополнять и выводить средства с помощью USDT TRC20 вот прямо здесь в своем кошельке. Можете с минимальной комиссии пополнить счет и начать торговать. Ну и также вывести очень легко и быстро. Ссылка на биржу в описании. Ну а мы продолжаем смотреть видео. Давай, Помп, я хожу с дороги, я знаю, что ты хочешь вмешаться. Давай, Помп. Послушай, это истерично, что Джейс говорит про манипулируемые рынки. Федеральный резерв и должностные лица сделали медвежьи рынки незаконными. Если рынок акций начинает корректироваться, они подключаются и просто вкачивают ликвидность в рынок. Это безумно. Если вы хотите поговорить о манипулируемых рынках, давайте поговорим о фондовом рынке сегодня. Нельзя жить с рынками, которым не дозволено корректироваться. И мы наблюдаем, как инвесторы мечутся в поисках активов, в которые они смогут зайти, и он будет неманипулируем, прозрачен и прагматичен. И биткоин служит этой цели. Не манипулируем. И биткоин служит этой цели. Он не манипулирует. Так ведь. Биткоин не манипулируем. Денежная политика биткоина прозрачна и прагматична. Насколько это возможно? Я могу сказать точно, сколько биткоинов существует. Никто не сможет мне сказать, как много долларов было напечатано сегодня. Как много долларов изъято из циркуляции. Никто не знает. Система непрозрачна. Мы просто наблюдаем, как федеральный резерв и должностные лица накачивают рынок ликвидностью. Это не так, как рынки должны работать. Биткоин – это прозрачная, прагматичная денежная политика, которую никто в мире не контролирует. И с инвесторов хватит. Они будут искать убежище в чем-то, что не может быть изменено по воле правительства, организации или отдельного человека. И вот почему биткоин побеждает. Ну и вот, ребята, дальше выводы делайте сами. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Я лично на стороне Энтони. И считаю, что у крипты, у биткоина, в частности, есть все шансы показать себя во время этого глобального финансового кризиса, печатного станка ФРС и всего прочего. В кавычках добра, которое сейчас происходит. Ну и вот, собственно, это то, что мы и видим. И на самом деле, знаете, почему мы так ракетим-то? Потому что никто не верит в рост, и никто на самом деле не находится в ракете. Ракета пустая. Как вы, наверное, помните, вот здесь вот по 10 тысяч люди говорили, что дорого за биток. Все ждали 5 или 3. И по 20 тысяч, когда мы переписывали исторический хай, людям было дорого за биток. И вот здесь по 30 было очень дорого, все ждали отката на 20. И по 40 им было дорого, и по 50 сейчас дорого. И суть в том, что когда мы дойдем до сотни и пойдем выше, вот тут у всех начнется глобальная фома, что типа, блин, у меня же нет битка, надо покупать. И вот тут уже покупать-то будет очень опасно, потому что в какой-то момент здесь все купят, как обычно и происходит, как было вот здесь, как было вот здесь. Но возможно, возможно, что у нас будет двойной цикл, как было вот здесь. Или даже тройной в этот раз цикл может быть. Поэтому, смотрите, сейчас очень осторожно на самом деле с покупками, особенно с лангами, с плечом и так далее, и тому подобное. Как бы все идет к тому, что мы идем куда-то вот сюда, и потом у нас начнется ложные вот эти отскоки, где все те, кто не купили, они увидят вот здесь, что хорошая коррекция, начнут покупать вот здесь, потом вот здесь докупаться, вот здесь усредняться. И их всех смоет нафиг. И мы придем к дну медвежьего рынка очередного года через два, только к следующему халлингу. Если, конечно же, биткоин продолжит следовать своей модели сток-то-флоу. Я думаю, что это наиболее вероятный сценарий, потому что, ну, вот так вот не бывает, вот так вот тоже вряд ли будет. А что-то такое среднее волнами мы увидим. Поэтому, ребят, не финансовый сайт дисклеймер. Принимайте решения сами на свой страх и риск. А с вами был Флалалагрин и Джо. Спасибо за перевод в серфи. Это канал Криптокомманс. Ставьте лайки, стопы и тейки. Ну и не забудьте подписаться на наш канал, если вам понравилось. До встречи в следующих видео. Пока. Всем профитом. Субтитры сделал DimaTorzok